МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА После выездной победы в Уфе над Салаватом Юлаевым со счетом 2-1. Преданные болельщики выстроились вдоль пути следования клубного автобуса на расстоянии 5 метров друг от друга и волной зажгли приготовленные фаеры, сопровождая приезд любимцев яркой иллюминацией и кричалками. Добавлю, что пока в серии плей-офф между Металлургом и Салаватом Юлаевым равный счет 2-2. Пятый матч. Четверть финала конференции «Восток» пройдет завтра на арене Металлург. Перед третьей игрой серии «Трактор-автомобилист» площадка ледовой арены имени Валерия Белоусова превратилась в скульптурную экспозицию. Челябинский клуб устроил для своих фанатов семейный праздник – нашествие белых медведей, пригласив на него волонтеров и болельщиков. Хоккейный клуб «Трактор» решил ознаменовать окончание зимы. Да, вот такой вот. Сказать медведю, как мы его любим, изобразить у нас такое обилие в этом году великолепного чистого снега. Организаторы медвежьего перформанса заранее приготовили снежные заготовки кубы, из которых надо было вырезать большого белого медведя. В качестве примера послужила трехметровая фигура от профессионального художника-скульптора Марии Запольских. Конкретно данные физиологические, антропометрию, в общем, не особо изучала, просто посмотрела картинки. Постаралась сделать его не хрупким, не тоненьким, не маленьким, а как раз таки, да, правы помощнее. Олег и Аня Митяева оказались не только хорошими помощниками мамы, но и преданными болельщиками «Трактором». Юный хоккеист из школы имени Сергея Макарова знает все клубные кричалки. Все команды, выполнившие задания, были признаны победителями и получили призы. Фанатскую атрибутику «Трактора». Отмечу, что на создание 15 снежных фигур ушло более 3,5 тонн снега. И я напомню, что «Трактор» сегодня выбыл из гонки за Куба Гагарином. Челябинский легкоатлетический манеж «Урал-Гувк» встречает всероссийские соревнования и первенство России по современному четырехборью. Более 150 девушек и юношей борются за право выступить на первенстве Европы и мира. Плавание, фехтование и бег со стрельбой – все это современное четырехборье. 65 девушек и около 70 юношей со всей России приехали в Челябинск, чтобы завоевать право участвовать в первенстве Европы и мира. Каждым годом количество участников растет. В этом году Приморский край добавился, Свердловская область добавилась, Кабардино-Балкария. Елизавета Голикова занимается четырехборьем уже шесть лет. До этого были танцы и вокал. Сейчас она уже призерка всероссийских соревнований. Отмечает, в фехтовании важна не сила, а ловкость и стремительная реакция. Сейчас в полуфинале всего 28 человек, поэтому придется провести 27 боев. Один укол – одна минута. Кроме фехтования, спортсмены проходят еще испытания. Дистанцию 200 метров в бассейне, бег 4 на 800 метров и стрельбу с 10-метровой дистанции из лазерного оружия. Четыре рубежа. Сильнейшие отправятся на первенство Европы, которое пройдет в июне в Литве. О волейболе. Челябинская женская команда «Динамо Метар» продолжает бороться в чемпионате России среди составов Суперлиги. Домашняя встреча с лидером таблицы «Локомотивом» из Калининграда, увы, не принесла победу. Но спортсменки боролись достойно. В результате встреча завершилась со счетом 0-3. Мы постарались оказать достойное сопротивление. Команда является лидером Суперлиги на данный момент. То есть команда хорошо укомплектована, высокорослые игроки. То есть нам, конечно, было сложно бороться на блоке, в нападении. То есть где-то, может, не хватает опыта, может быть, еще и смелости с такой командой. 10 марта «Динамо Метар», который сейчас расположился на 11 месте таблицы, проведет игру на выезде с командой из Москвы. А 16 марта вновь на домашнем паркете поборется с «Динамо» из Казани. А я напомню, что прошлый сезон челябинские спортсменки завершили на 9 месте. А южноуральские каратисты разыграли награды областного первенства во дворце «Спорта Динамо». За них спорили около 200 юношей и девушек в возрасте 10-13 лет из 12 команд, представлявших Челябинск, Златоуст, Трехгорное и Долгодеревенское. Турнир приурочен 30-летию вывода советских войск из республики Афганистан. Многие наши южноуральцы не вернулись в поле боя. Ученик чемпионки России Екатерина Рожок, Богдан Рынденко и Златоуста провел на челябинском татаме 5 поединков. И во всех одержал победы. Самый тяжелый бой это финал, когда каждая секунда, каждый момент нужен для того, чтобы заработать балл. Больше всех медалей 23 завоевали учащиеся Челябинской спортивной школы «Мастер», в том числе 6 золотых, 8 серебряных и 9 бронзовых. Состязания были отборочными на первенство Уральского федерального округа, которое пройдет в Кургане 22 и 23 марта. На сегодня это все. Далее происшествие Елизавета Болдырева расскажет о страшном пожаре в Октябрьском районе. Огонь унес жизни троих маленьких детей. Самому младшему было всего год. Не переключайтесь.